МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. 19 лет прошло со дня смерти духовного лидера мусульман Дагестана. Сегодня жители республики вспоминают покойного о муфте республики Дагестан, свет Мухаммада Хаджи Абу-Бакарова. Встреча паломников, заселение по гостиницам и многое другое проходят под контролем сотрудников компании Марва Тур в Лучезарной Медине. Наша съемочная группа следит за развитием событий прямо в городе лучшего из людей, пророка Мухаммада. Чугунный котел с бобами и злаками в мясном бульоне, грозные старейшины и дагестанские индейцы. Все это фрагменты этнокультурного фестиваля Тархо. 21 августа 1998 года в истории Дагестана значится как день чудовищного теракта, убийства духовного лидера мусульман Дагестана муфтия Саид Мухаммада Хаджи Абу-Бакарова. Вспоминая его, мусульмане республики всегда отмечают его огромное мужество, целеустремленность и непоколебимость духовно-просветительской деятельности. Еще в детстве Саид Мухаммад Абу-Бакаров выделялся среди сверстников любознательностью и повышенным интересом как к духовным, так и светским наукам. Еще до работы в духовенстве, будучи врачом, он отвечал сощепетильным подходом к своему делу, доводил работу до конца и не допускал ошибок. Я знаю его еще до муфтия, еще знал. Он сделал свою работу очень аккуратно, он же был высший стоматологом. Когда его спросили по поводу своей работы, когда рядом находился, он делал свою работу до конца, чуть какой-то маленькой ошибкой нашел, он заново начал это делать. Я говорю, что ты делаешь, почему так делаешь? Чтобы повторно не ошибся в своей работе. Так аккуратно он относится к своей работе и так же людям тоже. С начала 90-х годов Абу-Бакаров вел активную религиозную деятельность в республике. Был одним из инициаторов духовно-просветительских мероприятий, работал заместителем муфтия республики и курировал вопросы взаимодействия духовного управления со средствами массовой информации. Алимы Дагестана и по сей день высоко отмечает работу, проделанную Саид Мухаммадом Абу-Бакаровым. Я с ним работал. Он был очень мудрый, храбрый, мужественный, инициативный. В 95-м году он меня направил в городе Южно-Сулакумск работать имамом. И на год-полтора было тогда. Но я там работал 22 года после этого. Я помню, как сейчас он дал мне и такие наставления, как работать, как выстраивать отношения с администрацией города, как с другими людьми работать, как с джаматом работать. Там у меня очень много литературы. Вот так он меня провожал в Сулакумск, где я работал 22 года. Став муфтием, он в своих многочисленных выступлениях и интервью обращал внимание СМИ, руководства и общественности Дагестана на опасность экстремизма. Был одним из активных инициаторов принятия законов республики о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. По-моему, являлось то, что он Дагестану, дагестанцам и всем дал понятие муфтията. До него я особо слово муфти или муфтият, духовное управление практически не изучал. Он своей работой, своей энергетикой дал людям знать, кто такой муфтий вообще. В день трагедии Саид Мухаммад Абубакаров ехал на пятничный намаз в центральную джума мечеть Махачкалы вместе с родным братом Ахмадом и водителем Хайдаром Амаргаджиевым. В момент призыва на молитву, когда машина муфтия заезжала во двор мечети, раздался оглушительный взрыв, в результате которого духовный лидер и все, кто был в машине, скончались. Но несмотря на потерю столь значимой фигуры в сфере духовного просвещения, это нисколько не помешало осуществлению всех тех задач, которые ставил перед собой покойный муфтий. В достижении его являлось то, что он стер грань между светскими людьми и религиозными. То, что он хотел сделать, воплотить в жизнь. Аль-Хамду-Лля, на сегодняшний день практически все сбылось. Я думаю, даже больше того, что он мечтал в данный момент, то, что есть. 19 лет прошло со дня трагического события. Для дагестанцев Саид Мухаммад Абубакаров навсегда останется примером истинного мусульманина, который душой болел за народ, за всю мусульманскую общину и работал ради ее блага, не покладая рук. Сегодняшняя дата напрямую связана и с другим великим деятелем. Дагестан отмечает 140 лет со дня рождения аварского писателя, одного из основоположников дагестанской советской литературы, Гамзата Цедасы. Мероприятия, посвященные этому дню, прошли в Хунзакском районе, на родине публициста. На родине великого поэта сегодня говорили о мудрости и заветах Гамзата из сада. С самого утра дети и их родители находились в ожидании атмосферы тепла и воспоминаний о поэте. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику писателя в его родном селе. На праздник прибыли председатель союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов, а также видные деятели литературы, среди которых народная поэтесса Залму Батирова. В сопровождении главы района Саида Юсупова гости посетили мемориальный дом-музей Гамзата Цедасы, где среди большого количества экспонатов значительную часть занимают книги, уникальные старинные, еще рукописные издания и фотографии. Здесь семья поэта проводила большую часть времени, предметы быта, личные вещи и мебель. Все это несет в себе отпечаток прошлого. Празднования продолжились в местном Доме культуры, где прошла научно-практическая конференция. В силу своего таланта Гамзата выпала миссия расширить границы искусства, слова родного народа до огромных масштабов. Гамзата Цедаса не зря называли самым острым умом и самородком современной аварии. Он сознательно ставил цель при помощи пират служить обновлению жизни и культуры народа. Всегда подчеркивал эту направленность своей поэзии. Этот цель для нашего района актуальна и сегодня. Процесс выездов паломников в святые места в самом разгаре. Все службы, контролирующие эту работу, находятся в состоянии повышенной готовности. Очередной аэробус с паломниками совершил посадку в Медине из города пророка Мухаммада. Мир ему и благословение рассказывает Атика Магомедова. Паломники Дагестана продолжают пребывать на святую землю. Только что в международном аэропорту принца Мухаммада бин Абдул-Азиза в Медине приземлился аэробус А-330, на борту которого находится 247 наших земляков. Встреча паломников, координация вылетов самолетов, выезды автобусов, заселения по гостиницам – это и многое другое под тщательным контролем сотрудников компании «Марватур». За каждого верующего, прибывшего в святые земли, несут ответственность круглосуточно. Через Ак уже 15 рейсов, промех 4 рейса, вечером будет 5 рейс. И там тоже очень… Саудовская компания автобус «Неравахиль», у них очень хорошие, большие вип-персоны автобуса, которым только 2 года и меньше. И очень довольны паломники. Ежедневно в Мединском аэропорту совершают посадку несколько широкофюзеляжных самолетов, на борту которых находится 247 паломников. Впервые для Махачкалинского аэропорта эти самолеты стали доступны благодаря компании «Марватур». В этом году так получилось. Мы можем сказать, что в результате переговоров и сопутствующих положительных моментов нам достались в этом году такие качественные, широкофюзеляжные. Действительно, это очень удобно для наших паломников. И мы тоже рады. В переговорах с Росавиацией был момент, что нельзя было использовать зарубежные компании, дать привилегию российским. И в этом случае были предложены эти самолеты. И как раз получилось так, что мы являлись причиной того, чтобы была дана заявка, какие-то недостающие моменты были устранены. И документально эти самолеты получили возможность приземляться в нашем аэропорту. Перевозка паломников на таких самолетах упрощает работу компании. Теперь за короткий срок большое количество паломников имеет возможность воспользоваться комфортабельным авиатранспортом. Часть рейсов вылетает прямо в Медину, а другая совершает посадку в виорданском городе Акаба, откуда на автобусах паломники совершают многочасовой переезд в Медину. Здесь паломникам нужно набраться терпения, чтобы пройти таможенно-пограничный контроль на границе двух государств. Такой красивый город. Я долетела прекрасно. Самая лучшая посадка была. Хвала Аллаху. Я так рада, что я в Медине. Очень, очень благополучно приехали, какие посадки. И накормили, и напалили. Все очень приятно. И встретили хорошо. Маршрут от аэропорта, расселение по гостиницам и уже потом переезд в Мекку. Весь этот путь контролируется логистическим центром хадж-компании. Дай отчет. К-11 гараж прибыл. И если прибыл, то сколько автобусов доехали и сколько еще ожидается. Гараж прибыл 11, через К-11. Более двух или трех лет развиваешься. Программное обеспечение. Это Касп Тревел. Сейчас у нее есть рабочее название Палмер. И есть еще программа Марва Эс. Логистика. Она позволяет оперативно выделить зоны в гостиницах. Номера свободные, несвободные. В Медине есть свои особенности. Здесь очень много графиков, которые заезжающих и въезжающих. В Мехе задача немного проще, потому что там заезжают и до окончания хаджа люди уже никуда не въезжают. Поэтому самый сложный этап гостиничных размещений – это Медина. И в последнем этапе – это Мина. Потому что в Мина всегда количество мест выделяется или в притеке, или там немножко не хватает. Кроме проверки и контроля маршрута, в каждой гостинице круглосуточно дежурят и врачи. В этом году обслуживать паломников будут 14 медиков, пять из которых – женщины. Прием ведется больных в амбулаторном режиме. Если имеются какие-то сервозные патологии, может быть доставлены в стационар для дальнейшего обследования и выявления этой или иной патологии. Имеются лекарства, которые нужны для первоначальной экстренной помощи. И в Мекке тоже ожидается, что в гостинице, где более 500 паломников, развертывают одного медпункта. На сегодняшний день вся хадж-компания проходит по плану и без серьезных сбоев. Все службы, работающие с паломниками, активно включились в процесс организации хаджа. Пока же верующие совершают молитву в мечети любимца Аллаха, пророка, мир ему и благословениям. Посещают цветы и места Медины и готовятся к исполнению пятого столпа ислама. Атика Магомедова, Хаджам Радмагаев, Ханжан Курбанов. Специально для новостей. Медина. Накануне в Махачкале произошел крупный пожар. Кровля пятиэтажного здания по улице Ирчика Зака по неизвестным причинам загорелась в 12.50 по московскому времени. Пожар ликвидировали в 14.17. Площадь возгорания составила примерно 700 квадратных метров. Пострадавших нет. Все жильцы дома были благополучно эвакуированы. Сотрудниками пожарно-спасательной службы была проведена проливка и разбор конструкций. Всего к ликвидации последствий привлекалось 90 человек и 27 единиц техники. В том числе от главного управления МЧС России по Республике Дагестан 32 человека и 10 единиц техники. Причина пожара неизвестна. Так сообщают в МЧС Республики Дагестан. Пожарная часть поступила сообщение о пожаре по улице Ирчика Зака, дом 18. По прибытию первого подразделения пожарной охраны 13.58 был установлен на том, что горением охвачено чердачное помещение 5-этажного жилого дома. Сегодня, 21 августа, прошел ровно год с трагических событий для жителей села Макок. Год назад в результате пожара без крова остались около 700 человек. Оказалось, за сгоревшее жилье и имущество жители еще не получили компенсацию. В связи с этим около 120 жителей села сегодня устроили митинг в селе, сообщает Черновик. По горельце говорят, что спустя 5 месяцев после пожара получили только по 5 тысяч рублей единовременной выплаты на одного человека, но не больше 25 тысяч на одну семью. Затем возникли проблемы с формированием списков, так как УФМС не подтвердила часть пострадавших. Жители села Макок на протяжении года в судах доказали, что их домовладения принадлежали им и что они являются жителями села. Напомним, что пожар начался из-за короткого замыкания. В одном из домов заискрила проводка. Огонь распространился в считанные минуты. В результате сгорело 80% села. Этнокультурный фестиваль Тархо прошел на горных склонах Дагестана. Ахвах под одним шатром объединил певцов из разных районов республики. Гости состязали с стрельбе. Из лука отведали традиционное каратинское злаково-бобовое блюдо, а главное, познакомились с кавказскими индейцами. Почетным гостем на праздники стал глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. О нестандартном подходе к популяризации культуры Ахвахского района расскажет моя коллега Ларяна Шамхалаева. Галоконцерт с выступлением у инструментальных и танцевальных коррективов, ярмарка, выставка, интерактивные площадки. Этнофестиваль Тархо проходит второй год, однако, по словам организаторов, еще в 2016 году мероприятие называлось Годи и заключалось лишь в дегустации национального блюда из бобов и злаков. Сегодня у празднества куда более серьезные задачи, такие как укрепление духовного единства жителей всего Дагестана, сохранение языка и традиционной культуры Ахвахского района. Название было незвучное и мы придумали, решили назвать фестиваль Тархо. Тархо это вот здесь есть гора на границе с Шамильским районом. И такая монолитная, такая большая, мужественная гора, которая охраняет наш покой и даже мне кажется, что наши люди тоже характером похожи на это Тархо. В огромном чугунном котле старейшины варят бобы из лаки на мясном бульоне с добавлением курдюка. В готовое блюдо вместо приправы кладется творог, смешанный с сыром и луком. На этнокультурном фестивале Тархо всех гостей обязательно кормят национальным Ахвахским блюдом Роди. Художники уже известные, еще не признанные, прибыли на фестиваль для обмена опытом из-за новой порции вдохновения. На выставке присутствуют работы разных художников-каратинцев, выполненных в разных техниках исполнения. Существуют работы, которым более ста лет, как, например, вот это, рисунок Наиба Заголава, выполненная в карандашной технике с элементами аппликации и акварели. Креативная идея размещать полотна у подножья сосен и вешать холсты на деревья пришла в голову Камелю Гаджиеву, когда персональные выставки в городских помещениях наскучили свободолюбивому живописцу. Ни одного художника работы здесь, моего учителя, заслуженного художника Дагестана, Хадис Рызванов был мой учитель. Мои работы и сейчас моих учеников работы. Запомнится этот фестиваль и довольно необычным фактом. В горах Дагестана обитают индейцы, у них есть свой вождь, они разговаривают на особом диалекте, носят холщовые безрукавки и имеют при себе тамагав, специальное метательное оружие. Все от мала до велика примерили образ индейца, надев на голову повязку с орлиными перьями и раскрасив лица. Как я думаю, это весело во-первых, и появляются друзья, которые приезжают сюда тоже, им тоже нравится это все, как мы живем. Но главное, что воздух хороший, и природа у нас прекрасная, у нас природа. Рамазан Абдулатипов, обратившись к участникам мероприятия, отметил, что необходимо возрождать традиции республики, воспитывать на них молодое поколение. В качестве подарка жителям Ахвахского района он передал библиотеке мультимедийное издание «Мы, российский народ, Дагестан многонациональный». Лариана Шамхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Ахвахский район. Накануне в Старом Севухе праздновали День села. В их отца аула были переселены несколько раз за всю историю своего существования, сменив местожительство с Ахвахского в Ножаюртовский, оттуда в Гумбетовский и, наконец, в Хасавюртовский район. Знаменательную дату севухцы отметили автопробегом на родину предков. В праздничных мероприятиях участвовало более 200 человек. По пути в село выходцы совершили зиярад и посетили мемориальный комплекс Ахульгу. По прибытию на местное кладбище прочитали мавлит, а далее старейшины рассказали молодежи об истории села. Для всех был организован отдых на природе. К участникам поездки, говоря о важности любви к родному краю, обращались имам Саид Османов и председатель агрофирмы Севух Шахбан Газиев. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Ларьяны Шамхалаевой. Один из самых молодых инвесторов и ведущих бизнесменов страны с годовым оборотом в 100 миллионов долларов Дмитрий Портнягин снимет видеоблог в Дагестане. Ютуб Портнягина – трансформатор о бизнесе в странах СНГ, признан каналом номер один. Портнягин уже снимал влоги в самых различных точках земного шара. А гостями его видеозаметок становились Евгений Чичваркин, Радислав Гондопас, Игорь Ман, Федор Овчинников и другие. Дагестанские школьники могут принять участие в литературном конкурсе «История моей семьи». Целью конкурса является привлечение внимания к вопросам патриотического воспитания, почитания памяти погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Прием работ завершится 31 августа. Имена победителей назовут 1 ноября текущего года. Подробная информация на сайте www.genuborka.ru К воспитанию трудных подростков в Дагестане решено подключить советы отцов. Подобный проект в Тарумовском районе уже успешно работает с учениками из неблагополучных семей. Именно поэтому инициативу решено запустить во всех школах республики, заявила председатель Союза женщин республики Интизар Мамутаева. Напомним, ранее сообщалось, что в вузах Дагестана будут созданы советы девушек, подготавливающие молодежь к семейной жизни. Кубок Дагестана по бильярду пройдет с 24 по 26 августа в Махачкале. Соревнования памяти главы Левашинского района заслуженного учителя России Нурбаганда Гапизова соберут в зале бильярдного клуба «Барон» свыше 20 команд. Победители соревнований представят республику на чемпионате России, который пройдет с 8 по 12 сентября в городе Судак. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 59,14 руб. Евро 69,43 руб. Это были все новости сегодняшнего дня. Еще больше свежих новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин